Добрый день Всем привет, Шунечка, здравствуй Здравствуй, Зубок Ой, что это у тебя, кактусы, да? Да, кактусы Мне Антон рассказывал, что в пустыне что? Ой, больно В пустыне, знаешь, как много-много растет И они даже цветут Эх, вот бы посмотреть хоть одним глазком Шунь, так давай мы туда в путешествие отправимся В путешествие? Ну, а что? Там жарко, песка сколько хочешь Хочешь, кулички лепи Хочешь, крепость строй А хочешь, кактусами любуйся Так, подожди, я сейчас Стой, Зубок, погоди Так, сейчас, сейчас Вот, это взял, всё Вот, Шунечка, я всё, что нужно, собрал Там, вот, коврики, чтобы на песочке лежать Там, формочки, совки, лопатки Вот смотри, я всё взял Ну да, но, Зубок, в пустыне никак нельзя без... Панамки, панамки, я тоже взял Да нет, без... Очков солнечных я тоже взял Это тоже всё пригодится Но главное, надо взять много воды Воды? Да, Антон сказал, что там так жарко, всё время пить хочется А озёра и рек не найти Хм, и много там воды нужно? Много Постой, постой А может, Антон что-то перепутал? Ведь если там всякие кактусы цветут Значит, их кто-то поливает? Нет, он говорил, что кактусы долго могут без воды обходиться Они, как это, приспосабливаются А-а-а А может, и у нас получится приспособиться, а? Антон рассказывал, как они приспосабливаются Но я что-то не могу вспомнить Так, сейчас попробую Кактус Шунечка лучше всех переносит в жару и засуху Он хранит воду в своём толстом стебле А вместо листьев у него колючки Через колючки влага почти не испаряется Вот и хватает ему воды надолго Вот как он говорил О, понял Стой здесь У меня отличная мысль Сейчас Во! Ой, Зубов, ты в кактус превратился Немножко превратился Зато теперь мне жара не страшна Ой, там ещё много велосипедных Спиц осталось Пойдём, я тебя тоже к жаре приспособлю Пойдём Ой, нет, 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 не подходи так близко Ты меня насквозь проткнёшь Не хочу я так приспосабливаться Не хочу быть мышкой кактусом А то ко мне потом даже никто не подойдёт Так и со мной никто играть-то не захочет Что ж делать? А может тебе Антон ещё что-нибудь рассказывал? Ну, может можно ещё как-нибудь в пустыне приспособиться, а? Что ты говорил? Ну? Что-то там про другую колючку Вспоминай, вспоминай Сейчас, сейчас, помню, сейчас Другие растения по-другому к засухе приспосабливаются Вот растёт, например, в пустыне верблюжья колючка Её так назвали потому, что её только верблюды едят Она добывает себе воду длинным-предлинным корнем Он растёт вниз до глубоких подземных вод Если бы такой корешок рос вверх То он бы дотянулся до крыши десятиэтажного дома Вот это колючка, а! Как придумала, здорово! А у нас корешки не вырастут У нас только хвосты есть Да Это точно Что бы ещё такое придумать, а? Погоди, Зубок Сейчас я вспомню Что мне ещё Антон про пустыню рассказывал И про растения всякие Ну, вспоминай, вспоминай Сейчас Вот и Алоэ тоже, Шунечка, житель пустыни Он запасает воду в своих мясистых листьях Посмотри, какие они Они совсем не похожи на берёзовые или кленовые Как жалко! Листьев-то у нас точно нет Нет, Зубок А знаешь что, Шунечка А давай тогда в пустыню не пойдём, а? Мы и у себя в песочнице поиграть можем, а? Ага, а кактусов я у нас в избушке ещё посажу Много-много! А они как зацветут, как зацветут! И Алоэ ещё можно посадить Ну, посади, конечно Их поливать-то почти не нужно Раз они засухи не боятся А мы с тобой долго без воды не сможем Не сможем Без нашей родниковой водички Оно у нас самое вкусное! Самое-самое! Ну, а теперь пришла пора прощаться с ребятами До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова